приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня с вами поговорим о восьми сигналов которые посылают ушедшие близкие чтобы помочь нам очень важная друзья и ценная информация потом обязательно просмотрите это видео от начала до конца прямо сейчас ставьте лайк подписывайтесь а мы с вами продолжаем знаете наши умершие близкие могут продолжать общение с нами даже после того как покинули этот мир их послание могут проявляться в самых различных формах от явных знаков до тонких ощущений для тех кто верит в жизнь после смерти это способ ощутить что они не одиноки и что их поддержка продолжается несмотря на физическое отсутствие как же именно ушедшие могут дать о себе знать и какие знаки они используют для связи с нами давайте разбираться и 1 друзья сигнал это необычное поведение животных животные особенно домашние питомцы обладают удивительной способностью воспринимать те аспекты мира которые часто остаются недоступными для человеческих органов чувств это их высокая чувствительность позволяет им реагировать на явление которое мы можем не заметить или не осознать кошки например издавна считаются проводниками между мирами и именно окошки в разных культурах приписывали способность видеть и чувствовать то что скрыто от человеческого глаза если кошка внезапно замирает и пристально смотрит в одну точку словно наблюдает что-то или кого-то это может быть признаком того что она чувствует присутствие духа кошки как известно мод реагировать на изменения в энергетическом поле что проявляется в их поведении когда они чувствуют присутствие чего-то необычного в доме собаки также известны своей способностью чувствовать и реагировать на невидимые для человека явления если собака вдруг начинает беспокоиться лает и не воет без видимые причины это может указывать на то что она ощущает присутствие духа или потусторонней энергии собаки могут чувствовать изменения в окружении которые мы люди просто не замечаем например они могут воспринимать тонкие вибрации изменения воздушных потоков или даже запахи которые ассоциируются с потусторонним присутствием интуитивное поведение животных иногда может быть проявлением их способности воспринимать то что находится за пределами нашего обычного понимания если ваш питомец начинает вести себя странно например прячет лапы раста настораживает уши или ведет себя тревожно в определенном месте дома это может быть сигналом что он чувствует что-то необычное люди часто рассказывают о том что их животные изменили поведение перед важными событиями такими как смерть близкого человека или даже стихийное бедствия следующий друзья сигнал это полтергейст полтергейст это феномен который вызывает множество вопросов и порой настораживает те кто с ним сталкивается явления связаны с полтергейстом могут варьироваться от простого шума например стуков или шагов до более заметных и пугающих самопроизвольного перемещения предметов открывания и закрывания дверей падения картин и других объектов самое произвольное перемещение предметов одно из самых часто встречающихся проявлений полтергейста например вещи могут неожиданно переместиться с одного места на другое без какого-либо очевидного воздействия извне это может включать себя легкие предметы такие как книги мелкие вещи которые неожиданно падают с полок или столов более экстремальных случаях могут перемещаться даже тяжелые предметы такие как мебель шумы и звуки также являются частыми проявлениями полтергейста это могут быть стуки которые слышатся в разных частях дома звуки шагов на пустых лестницах или даже голоса исходящие из ниоткуда эти звуки могут быть повторяющимися или случаться периодически иногда в моменты когда человек находится в одиночестве создавая ощущение чего-то присутствия энергетическое воздействие это еще одна возможная форма проявления полтергейста в таких случаях люди могут чувствовать внезапные холодные холодные потоки воздуха ощущать необъяснимую тревогу или страх эти ощущения могут возникать в определенных местах дома или в определенные моменты часто совпадая с появлением других необъяснимых явлений цель явление полтергейста зачастую сводится к попытке привлечь внимание живущих к какому-то важному аспекту или событию это может быть предостережение знак поддержки или попытка передать важное сообщение люди столкнувшиеся с подобными явлениями нередко сообщает что после того как они осознали смысл происходящего и приняли соответствующие меры явления прекращались важно помнить что явление полтергейста не всегда связаны с чем-то зловещим в некоторых случаях это может просто способ духа заявить о своем присутствии или передать информацию которую по-другому передать невозможно вместо того чтобы пугаться стоит попытаться разобраться в происходящем возможно через обращение к специалистам или попытки самостоятельно интерпретировать знаки которые посылает дух взаимодействие с такими проявлениями требует спокойствия и трезвого анализа ситуации возможно стоит задаться вопросом а что дух пытается сообщить какие события вашей жизни могли бы быть связаны с этими явлениями важно подходить к этому вопросу с открытым сердцем и умом ведь понимание сути происходящего может помочь вам осознать и решить скрытые проблемы или же получить необходимую поддержку от потусторонних сил следующий друзья третий сигнал это сбои в работе электроприборов сбои в работе электроприборов часто рассматривается как одно из наиболее очевидной и распространенных проявлений присутствия духов особенно если речь идет о близких которые недавно ушли из жизни эти сбои могут проявляться в самых разных формах и каждая из них несет определенный смысл мерцание света один из наиболее распространенных сигналов если вы замечаете что лампы в вашем доме начинают мерцать без видимой причины или свет включается и выключается сам по себе это может быть знаком того что дух пытается обратить ваше внимание на свое присутствие часто такие явления происходят в моменты когда вы вспоминаете об ушедшем близком или находитесь в эмоционально напряженном состоянии внезапное включение или выключение электроприборов еще одно распространенное явление например может неожиданно включиться телевизор радио или другой прибор который в обычных условиях остается выключенным такие события могут происходить в самых неожиданных моментах например когда вы находитесь в одиночестве или когда обсуждаете что-то важное иногда это может быть связано с конкретным прибором который был важен для умершего человека при жизни например если включается старый радиоприемник который часто использовался вашим близким человеком это может быть знаком того что он пытается вам что-то сказать или просто напомнить о себе необъяснимые помехи в работе техники также могут говорить о присутствии духа это могут быть помехи в теле в телевизионном сигнале неожиданные звуки или шумы в радиоэфире некоторые люди отмечают что такие помехи могут происходить в определенные моменты когда они задают мысленные вопросы своему умершему близкому или размышляют о важных вещах подобные проявления могут быть способом передать послание или просто показать что дух рядом внезапные изменения температуры возле электроприборов также могут сопровождать эти явления вы можете почувствовать холодок или наоборот тепло в месте где произошло включение или выключение прибора такие изменения часто сопровождаются ощущением присутствия чего-то или кого-то невидимого что подтверждает теория о том что дух пытается с вами связаться взаимодействие с электричеством это способ которым духи могут легко манипулировать поскольку они возможно используют энергию чтобы привлечь ваше внимание важно не игнорировать такие сигналы особенно если они повторяются и сопровождаются другими необъяснимыми явлениями попробуйте обратить внимание на контекст в котором происходят эти сбои и подумайте что дух может пытаться вам сказать иногда чтобы лучше понять послание стоит проанализировать свои мысли и чувства в момент этих явлений а также попытаться установить логическую связь с событиями происходящими в вашей жизни далее сны и сны это наверно пожалуй самый распространенный способ общения умерших живыми во сне барьер между мирами становится тоньше и духи могут легче передавать свои послания эти сны отличаются особой яркостью и эмоциональной насыщенностью если вам снится умерший родственник особенно часто обратите внимание на эти сны возможно они несут важное сообщение далее экстрасенсорное восприятие экстрасенсорное восприятие это одно из самых загадочных и тонких проявлений взаимодействия с духовным миром она может проявляться через интуитивные ощущения предчувствия видения а также неожиданные озарения такие проявления часто ассоциируются с тем что духи пытаются передать информацию или указать на правильное решение сложной ситуации предчувствия могут возникать как внезапные необъяснимые чувства тревоги или наоборот спокойствия когда предстоит принять важное решение эти ощущения могут казаться не совсем рациональными но не часто оказываются верными духи могут использовать такие предчувствия чтобы предупредить вас о надвигающейся опасности или наоборот направить вас на правильный путь например если вы вдруг почувствуете непреодолимое желание изменить маршрут по дороге домой это может быть не просто интуиция а подсказка от духа видение которое возникает наяву или во сне также могут быть способом передачи информации от духа эти видением он быть очень ясными и содержать конкретные образы или символы которые имеют особое значение для вас иногда такие образы могут быть связаны с покойным человеком который пытается передать вам послание или даже наставление видение могут возникать как ответ на ваши внутренние запросы или как предупреждение о будущем событии неожиданное озарение когда в голову внезапно приходит правильное решение или идея также могут быть результатом взаимодействия с духами это может выглядеть как внезапное понимание того что нужно сделать в сложной ситуации или как неожиданная мысль которая сразу же кажется правильной таких случаях духи могут вкладывать свои мысли вашу голову помогая вам найти выход из трудного положения иногда эстрасенсорное восприятие может проявляться как явное ощущение присутствия рядом с вами кого-то невидимого вы можете почувствовать что за вами кто-то наблюдает или ощутить чужое присутствие в комнате даже если там никого нет такое чувство может сопровождаться внезапным холодом или теплом что указывает на попытку духа взаимодействовать с вами как же распознать эти знаки здесь важно быть внимательным к своим внутренним ощущениям и настроениям если вы чувствуете что какая-то мысль или чувство не принадлежит вам это может быть сигналом таких случаях полезно задать себе вопрос почему я это чувствую или откуда взялась же эта мысль у меня в голове такие вопросы помогут вам лучше понять что именно хочет передать дух внимательное отношение к своим интуитивным ощущениям и предчувствием может помочь вам лучше интерпретировать послание которые духи пытаются вам донести если такие явления случаются регулярно стоит записывать их в дневник и анализировать чтобы понять их значение и связь происходящими в вашей жизни событиями далее друзья голоса некоторые люди утверждают что слышали голоса своих умерших близких особенно в моменты стресса или сложных ситуаций эти голоса могут звучать как изнутри так извне а подсказывая или утешая не стоит бояться таких явлений лучше попытаться понять и смысл сказанного далее прикосновения прикосновения связаны с присутствием духа считается одним из наиболее трогательных и эмоционально значимых сигналов которые можно получить от умерших близких это явление описывают как физическое ощущение которое вызывает чувство тепла поддержки и утешения люди которые испытали такое прикосновение часто говорят о том что оно было настолько реальным что его трудно было отличить от прикосновения живого человека прикосновением он проявляться по-разному кто-то ощущает легкое касание на плече или руке другие чувствуют как будто их кто-то обнимает эти прикосновения могут быть едва заметными как легкий порыв ветра или наоборот достаточно явными чтобы вызывать ощущение присутствия чаще всего такие прикосновения происходят в моменты когда человек нуждается в поддержке или утешение например во время стресса горя или сомнений чувство прикосновения от умершего близкого может нести мощный заряд эмоциональной связи это не просто физическое ощущение а проявление любви и заботы которая остается между вами несмотря на физическое разделение эти прикосновения часто приходят в самые неожиданные моменты когда вы наиболее уязвимы или нуждаетесь в поддержке как напоминание о том что вы не одиноки некоторые люди могут воспринимать такие прикосновения как знак того что дух пытается передать определенное послание поддержать подбодрить или просто напомнить о своем присутствии здесь важно доверять своим ощущениям и интуиции ведь только вы можете точно интерпретировать значение этих прикосновений в контексте вашей жизни психологических аспект таких переживаний также важен люди часто говорят что после такого прикосновения они чувствуют успокоение и внутренний мир это ощущение может вас сопровождаться чувством глубокого понимания и принятия того что произошло а также осознанием того что их близкие всегда рядом даже после смерти такие прикосновения это напоминание о том что связь между людьми простирается далеко за пределами физического мира они подтверждают что любовь и забота могут преодолевать любые границы включая границы между жизнью и смертью следующий друзья сигнал это знаки знаки могут проявляться в разных формах от неожиданно найденных предметов такие как перья монеты до появления необычных животных таких например бабочек или птиц моменты когда вам действительно нужна поддержка эти знаки могут быть очень личными связаны с конкретными воспоминаниями или символами которые значили что-то важное для вас и вашего умершего близкого на чтобы распознать и интерпретировать знаки от умерших нужно быть внимательным к окружающим событиям и проявлениям которые могут казаться необычными или значимыми знаки могут проявляться в различных формах это могут быть сны внезапные воспоминания необычные ощущения такие как холодный ветерок или тепло а также символы такие как перья монеты бабочки и другие природные явления знаки от умерших могут быть как явными так и тонкими например вы можете заметить что определенный объект часто появляется вашей жизни будь то конкретное число песня на радио или неожиданная встреча с человеком эти детали могут нести особый смысл который связан с вашим умершим близким интерпретация знаков зависит и от вашего внутреннего восприятия и интуиции например определенный символ скажем бабочка всегда напоминала вам о близком человеке при жизни то ее неожиданное появление может быть посланием от него очень важно доверять своим чувствам и ощущениям при интерпретации таких знаков на чтобы распознать знаки важно быть открытым для восприятия это может включать медитацию обращение к воспоминаниям или даже просто просьбу о знаке часто такие просьбы помогают укрепить связь с умершими позволяем легче донести до вас все свои сообщения когда вы получаете знак важно признать его и выразить конечно же благодарность это усиливает вашу связь с умершими помогает лучше понимать их дальнейшие послания проявление благодарности за поддержку и помощь может укрепить эту невидимую связь и сделать ее более явной независимо от того каким образом проявляются знаки они всегда несут себе послание любви и заботы умершие продолжает заботиться о своих близких и их послания часто приходят самые нужные моменты чтобы поддержать вас или указать верное направление поэтому никогда не бойтесь просить о помощи и или знаках если чувствуете что это вам необходимо вера в то что ваши умершие близкие продолжают вас поддерживать помогает наладить контакт и быть более восприимчивыми к их сообщениям друзья мы надеемся что эти советы эти рекомендации помогут вам жизни прямо сейчас ставьте лайк этому видео обязательно подписывайтесь на наш канал на прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна друзья это следующее рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ